друзья доброе утро я письмецо получил точнее как бы вступил в переписку там мы несколько раз туда-сюда с молодым парнем у него но он развелся с женой двое детей зарплата 20 тысяч в месяц рублей ну вот как то вот так сложилось и он уже получил турвизу в сша и говорит вот что мне делать он рассматривает возможность приехать остаться и потом своих детей вытащить значит ну когда они подрастут и ну что то для них он сможет сделать уже будучи тут я не знаю да и он хотел чтобы ему посоветовал уехать и уезжать или оставаться и вот дети и вот как ему лучше быть и так далее и не вникая в детали его ситуации мы можем сказать что человек пытается сделать выбор он пытается выбрать как ему лучше поступить осознанно да он он сознательно решает мы сейчас вернемся к теме которую обсуждали будем еще обсуждать это когда человек ну как то он живет а вот вы на него смотрите и хотите ему помочь а вот он не слышит он не слушает ему не интересно и есть такая стадия во всякой проблеме значит первая стадия это когда человек говорит нет проблем ну вот нет алкоголик говорит я в любой момент могу бросить курильщик для так за компанию если что я в любую секунду это это не не то что это человек который там допустим лишние 50 килограмм веса у него он говорит да я в общем что я если вот надо я я могу прекратить я пожалуйста я могу не весь холодильник каждый 15 минут реально чего я но просто я так вот а то он может сказать а что я сейчас уточню ходить у меня кожа женщина особенно да не чувствительны внешнего вид скажем что же будет с моей кожей куда бы мне не надо этого ничего и вообще мне хорошо зачем человеку хорошо чувствую себя хорошо энергии много доброе я а то сейчас похудею стану злая короче отрицает чек проблем и вот мы на самом деле говорили несколько дней назад на эту тему вот когда мы в чужую жизнь как бы лезем и парень спрашивает как помочь человеку меня не слушай а человек-то хороший как же ему помочь эти как его помочь понять что нужно эмигрировать как его помочь понять что нужно бросить курить как ему помочь понять что нужно что-то делать своей жизни они вот просто так сидеть там медитировать я тогда говорил что ребята а и имеем ли мы право вообще лезть чужую жизнь кто мы такие чтобы сказать что человек должен что-то менять ну конечно если он алкоголик и здоровье рушится и есть какие-то вещи общепризнаны ну ну который плохо когда они имеют место быть и мы говорили о том что в зависимости от той стадии в которой человек находится в процессе изменений есть какие-то решения которые помогают его сдвинуть в сторону правильную как бы но если это решение от другой стадии а он находится в этой стадии решение с другой стадии то и она ему не поможет например если человек сидит ничего в жизни не делает он болтается он не знает ему делать не делать он где-то вот там повис и играет а мне хорошо и выбрать а вот там слушай и вот там партнер компьютерского там на тестеров учат работать будешь деньги получать он не в той стадии он не выбирает час эти для того чтобы ему с пользой получить эту информацию он должен был бы сказать есть проблема он должен был бы сказать надо что-то делать давайте искать информацию давать и тогда ему да может быть это было бы к месту но когда он где-то у меня проблем нет жена вот работает а я нормально а все виноваты меня не обеспечили вот а что я могу один вот я сижу тут эти ему вот у него все хорошо в общем-то и сегодня у нас тема это как понять у человека действительно есть проблема или у него действительно нет проблемы вот вы со стороны смотрите и вы думаете вмешиваться или не вмешиваться если человек все нормально не лезьте к нему вот и если уже даже и лезете то как бы с пониманием того на каком этапе человека находится и с чем имеет смысл подходить и с чем не имеет но вот я вам рассказывал я сейчас читаю книжку о переменах как люди какие этапы люди проходят в переменах как в изменении себя и изменение себя это не исключительно избавление от какой-то зависимости да там я не знаю алкогольный никотиновый пищевой удивительная вещь прочитал сегодня я вчера там что оказывается не 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 там другом месте что состояние жертвы позиция жертвы это такая же зависимость как вот там алкогольные никотиновые там и так далее значит то есть она такая она затягивает очень выгодно очень удобно быть жертвой когда тебе все должны когда все тебе не додали и вот ты жертва и ты естественно сам ничего делать не будешь но вот и вот это тоже такая зависимость интересно жир значит что такое жир вот казалось бы ты ешь 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 и у тебя появляется жир а потом этот жир превращается в как бы такой эндокринный орган жир теперь заставляет тебя есть пойти это не вы вызываете жир тем что вы едите а жир теперь говорит а ну-ка давай ешь и он заставляет вас теперь есть пойти и вы попадаете в зависимости от собственного жира не только там от сахара на участках сахарная зависимость вы знаете сахар соли и жир это продукты которые вызывают зависимость их запихивают всюду чтобы вам хотелось еще еще и еще и вот как понять человек в какой стадии у меня нет проблемы и вот в этой книжке там поскольку рассказывается там о разных аспектах вдруг я наткнулся на то что психологи пишут на эту тему я подумал надо поделиться с вами в случае меня зацепило значит как как понять надо спросить есть три вопроса которые надо задать человеку чтобы стало понятно на на каком он свете и в каком он отношении там с чем-то это его осознанный выбор и не трогайте его и все или действительно у него проблемы но пока в состоянии вот нет проблемы нет проблемы нет проблемы так как вышел во двор там сорняки нет сорняков нет сорняков такие пассы знаете мантра нет сорняков уходите саргенцы никогда не уходить уходите сорняки тоже он знает что они нету сорняков под мантру сказал не парик не нет и не было так вот вопрос первый который вы должны задать себе ну больше себе чем ему данном случае вы говорите себе готов ли этот человек обсуждать вот эту тему потому что если это у него сознательное решение вот он говорит я решил что я вот буду так вот я буду курить я я не вижу там ничего такого я курю да да я курю у меня родители курили там 90 лет жили я там нет я курю это я это так решил да я знаю там есть какие-то последствия там что-то но это мое решение готов ли человек обсуждать тему если он обсуждать тему готов то он в порядке то есть он как бы сказать он не пытается закрыть глаза на что-то и чтобы от него отошли может поговорить если он обсуждать не готов он не хочет он раздражается он уходит в оборону он начинает как на себя посмотри а ты вот туда за человеком этих все ко мне пристали и так далее то есть одно дело он принимает что-то и просто так живет другое дело он не хочет знать что она там где-то есть и не хочет разговаривать на эту тему то есть если не хочет разговаривать это признак ухода в оборот это уход в оборону это признак того что скорее всего проблема есть он просто находится в стадии пока ее отрицания но она есть это первая стадия проблема отрицается вторая стадия проблема признается до проблемы есть и человек начинает как бы информацию собирать у него еще нет решения но он понимает что надо что-то делать третья стадия когда он планирует какое-то действие 4 когда он выполняет это действие 5 когда он удерживает результат этого действия и 6 когда он покидает эту проблему навсегда с ней расстается может никогда не наступить каждые стадии может растянуться на продолжительное время есть рецидивы там внутри и так далее но стадия отрицания это уже первая стадия того что проблемы есть если проблемы нет то и первые стадии нет следующий вопрос который мы можем человеку задать или как-то так косвенно в разговоре понять ты вообще в курсе что проблема такая есть вообще в курсе что например с никотином вероятность там раковых заболеваний возрастает там сколько-то раз а ты в курсе что допустим сколько людей там умерло от алкоголизма ты в курсе что там я не знаю люди которые там колют героин или там нюхают чего что у них вот там такая-то вот смертность у них вот такая-то преступность у них там семьи разваливаются и так далее когда это знаешь или ты это не знаешь вот ты видишь там что-то я езжу по телевизору передача о вреде курения вот и курь по телевизору передача о вреде курения ты просто перелеснешь к тебе даже знать ничего не хочу это меня не касается мне мне не интересно я эти скажу Ну-ка, 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 что там про курильщиков? Это две разные, это два разных отношения, соответствующие двум разным состояниям человека. Значит, когда он в курсе и когда он сознательно что-то делает в своей жизни, он не убегает от информации. Он не говорит, нет такой проблемы, потому что я переключил телевизор на другой канал или потому что я перелистнул страницу того, что я сейчас там читал, новостную ленту там, дальше пошел. В курсе ли ты? Есть люди, которые в курсе, есть люди, которые не в курсе. Они не в курсе. И это тоже как бы элемент стадии, потому что если он не в курсе, то у него нет какого-то интереса к тому, а дальше что, хочу больше знать. Он просто не в курсе. Он и слушать не будет, и вникать не будет. Ну вот он, но он и не в курсе. И третий вопрос, это вопрос об ответственности. Насколько человек готов взять на себя ответственность? Мы часто видим людей, которые берут на себя ответственность. Я помню, например, ну не будем там степень родства там приводить. Вот я знал человека. Человек, ну уже в возрасте был рак, там чего-то. И человек сказал, я не хочу, чтобы мне делали химиотерапию. Лучше я потихоньку вот угасну вот так, как я есть, но я не хочу проходить через химиотерапию. Я не хочу вот этих всех мучений. Я не хочу того из них. Ну хорошо, пожалуйста. Это сознательный выбор. Это человек говорит, я понимаю, что у меня, я знаю, что у меня рак. Я понимаю, что я умру. Я понимаю, что есть вот такое лечение. И может быть я проживу там дольше на, не знаю, сколько-то лет. Но я так не хочу. Вот я жить так не хочу. Я вот такого лечения не хочу и так далее. Человек сознательно принимает свое решение. Да, конечно. Мы что ж, мы видим такое. Но тут дальше появляется история такая. Готов ли человек взять на себя ответственность за то, что произойдет в результате того, что у него есть вот эта проблема. Готов ли курильщик к тому, что у него будет вот там, скажем, например, скажем, курильщик, а у него еще сахарный диабет, да, там, второго типа, да, а он еще и курит. И ему врач говорит, ты знаешь, говорит, к чему мы идем, говорит врач. Мы идем к тому, что вот я тебе могу показать, рассказать, там, дать поговорить. Есть люди, которые вот так вот курили, им говорили, брось курить, там, да, сюда. А кончилось с тем, что ему, значит, ампутировали сначала там стопу, потом выше, потом выше, еще выше, потому что там такие проблемы. Ты готов к этому? Ну, ты как бы отвечаешь вот за это, за все. Или ты как бы говоришь, я ничего знать не хочу, оно куда-то там ушло, это не моя ответственность. Я читал случай, муж с женой курили оба, американцы, вот в этой книжке, да, значит, они оба курили. И у них была любимая собачка. Собачка умерла от рака легких. И им говорит, ну, там, кто там им говорил, значит, что, ребята, это происходит, они дома курили, у них весь дом там был паркуринг. Говорят, у вас собака умерла от рака легких. Они заводят новую собачку. Новая собачка через там несколько лет тоже умирает от рака легких. Но они, как бы сказать, не... Они не говорят, ну, да, мы возьмем собачку, она умрет от рака легких, но вот мы так курим. Они говорят, ну, это случайно, это никак не связано, ну, мало ли что бывает. Ну, вот мы же не умерли от рака легких. Они не берут на себя ответственность за это, за все. То же самое, там, не знаю, там, пьяное зачатие, вы знаете, да, что бывает, когда зачатие пьяное. Но человек не берет на себя вот такую ответственность. Он не говорит, я сейчас вот это сделаю, будучи там поддатым. Я понимаю, что ребенок будет дефективным, это нормально, я беру на себя ответственность там. Нет, он не берет, он вне, он в прострации, он где-то там. Поэтому, то же самое, то же самое с иммиграцией, мы не говорим об освобождении от зависимости какой-то, но мы говорим об ответственности за принятие решения. Ты решение какое-то принял в жизни, и ты несешь за него ответственность, или что-то такое, ты плывешь по течению, и поэтому никто тебе помогать не хочет, и с тобой ехать не хочет, в ту же иммиграцию, потому что ты не отвечаешь ни за что. Ты не берешь на себя ответственность за последствия. Ты говоришь, я хочу вот так и так, а если это, а если то, а если все, ну что я буду думать сейчас? Ну, конечно, ты можешь не думать, но отвечать, кто будет? Кто в ответе? Ну, значит, никто не будет. Сложнее искать партнеров и спутников в жизни, если ты не отвечаешь. Так оно как бы меняется, качество партнеров. Так вот, возвращаясь к теме, как помочь человеку, который хороший, но не понимает того, что вы понимаете. С одной стороны. С другой стороны, как вам, вам как понять, нужно ли вам вмешиваться в чужую жизнь, или это просто чужая жизнь, и нет там никакой проблемы. То есть нет первой стадии проблемы, которая называется, вот я, rejection, да, значит, я в несознанке, там, нет проблемы, отрицание. Вот, значит, или человек в первой стадии вот этой проблемы, то есть она есть, и дальше можно, можно надеяться, что будет вторая, третья, там, и так далее. Или нет проблемы. Вот три вопроса, на которые вы себе должны были бы ответить, вот в отношении того человека, которому вы хотите помочь. Наверняка есть какой-то уже опыт, какие-то попытки обсудить, и вы видите, как человек обсуждает, готов ли он обсуждать, или он просто открещивается, говорит, нет проблемы. А в курсе ли он, ну, речь идет в курсе фактической информации. Понимаете, если вы где, в этой стране жить нельзя, в курсе ли он, а ему нормально. Понимаете, речь идет о фактической информации, допустим, что-то там, я не знаю, холестерол, сахар, смертность, там, зависимость, тюрьма, там, и так далее. Речь идет о фактической, о фактических вещах, которые он может просто не в курсе, оно есть, но он не знает. И берет ли он реально на себя ответственность. Если да, это его выбор. Если человек выбрал какую-то жизнь, вы не можете к нему лезть. Это его сознательный выбор. Поэтому, если он что-то выбрал, ну, не лезть. Вот, собственно, и все. Поэтому я надеюсь, что это будет инструментальным для тех, кто хочет кому-то помочь. И я надеюсь, что для тех, кто не собирается никому вот так помогать, там, навязывая свои представления о жизни, а просто так, может быть, интересно, из области изменения своих привычек, поведения. Я могу себя спросить. Вот, допустим, я думаю, вот хочу я, да, что-то хочу. Я могу эти три вопроса себе адресовать. А я готов, например, обсуждать? Или меня раздражает, когда ко мне пристают с этим? Я реально не признаю, что проблемы есть. Хотя, бывают какие-то стадии, когда ситуация просто меняется. Вот, допустим, жил человек, и вдруг там, я не знаю, другой, вот они вместе там выпивали. Вдруг один раз, и там, цирроз печени, умер человек. И он вдруг начинает осознавать, что проблема есть, при том, что он ее отрицал. То есть какие-то внешние события могут быть, конечно. Конечно, у меня, например, вот мне в последнее время захотелось там с акцентом своим поработать, чтобы как меньше акцент был. И я не могу сказать, что как-то меня это беспокоило в жизни когда-то. То есть меня прекрасно все понимают, я и пишу, и выступаю на больших аудиториях и так далее. Но вот эта блогерская деятельность меня вывела на какую-то большую-большую такую аудиторию. И мне уже хочется на большую-большую уже и на англоязычную. И вот когда мы говорим про англоязычную, то получается такая история, что есть много людей в англоязычной аудитории, которые плохо понимают акценты. Если мы говорим там про людей образованных, особенно живущих в таких местах, как Кремниевая долина или там, допустим, Нью-Йорк, где много эмигрантов, они привычные ко всем акцентам, они прекрасно все слышат и понимают. Но если человек попроще, да, скажем, попроще с образованием, попроще, живет в таком месте, где вот все вот так говорят, как он, и он не очень понимает акценты, получается, что до него не достучаться. Я думаю, нет, значит, появляется проблема. Ее как бы не было в той мере, в какой я общался, вот, так скажем, с вами на русском языке. У меня нет проблем акцента на русском языке. Но дальше надо бы заняться. Остроты особо и нет, потому что у меня есть много других дел. Но... Так, вот я вижу за мной, Анна Леонидовна едет. Так вот, значит, все свои тут у нас на парковке. Но, тем не менее, значит, она подходит, и я думаю, надо заняться. Поэтому я, может быть, перешел из стадии такого отрицания. Но у меня было отрицание на уровне осознанного. То есть я могу объяснить, почему. Оно мне и сейчас, в общем-то, не особо для чего-то надо. То есть я не зарабатываю этим. Оно мне не мешает лично, ну, никак. Вот. И мне вообще до пенсии там поролит все. То есть я прекрасно обходился и обхожусь. Тем не менее. То есть разные бывают вопросы, которые мы в жизни решаем. Ну, например, я просто для примера. Поэтому я читаю, так на себя смотрю. Может, и вам полезно будет. Книжка называется «Changing for Good». И автор, там их три автора, но вот как бы основной, первый автор, его зовут Джеймс Прохаско. Как по-русски называется, не знаю. Но она есть на русском языке переведена. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!